всем привет и в этот чудесный мартовский день я хочу с вами поговорить про не самую приятную вещь на самом деле вот я хочу поговорить с вами про торч инфекции торч инфекции расшифровывается это англоязычная аббревиатура она расшифровывается несколькими инфекциями пятью в частности это таксоплазма а в то есть какие-то другие инфекции рубелла это краснуха c цитомигаловирусной инфекцией и h это герпес семейство герпеса вот сегодня я хотела рассказать чуть побольше отдельно про таксоплазму и про таксоплазмоз почему торч инфекции настолько опасно почему обязательно вот особенно беременных на первом триместре вот принудительно сгоняют сдавать скрининги на эти инфекции в частности на таксоплазмоз особенность таксоплазма в том что она в общем-то у взрослого человека может в принципе себя в какой-то момент не проявлять но антитела к ней могут быть и это говорит о том что в принципе где-то в организме этот возбудитель может быть или был когда-то контакт и что-то может происходить а это очень опасно для людей с низким иммунитетом с иммунодефицитными состояниями различными и это крайне опасно для плода для новорожденных особенно вот чем проявляется таксоплазмоз у взрослых людей и в принципе у новорожденных на самом деле они мало чем отличаются просто у новорожденных это вдвойне опасно поскольку у них нет иммунитета толком грубо говоря нет и он распространяется не только на глаза но и на другие части тела а вот таксоплазмозный очаг на глазном дне всегда практически в очень большом проценте случаев находится в центре в центральной зоне поэтому взрослый человек как правило может пожаловаться на то что он одним глазом резко перестал видеть ну точнее как у него просто темное пятно перед глазом по центру а боковым зрением он все видит в этот момент надо прийти к офтальмологу он посмотрит и увидит очаг очаг как правило большой белый такой некротизирующий очаг у него вот вокруг которого откладывается пигмент его очень хорошо заметно его очень хорошо видно даже на узкий зрачок бывает видно вот проблема в том что он плохо лечится то есть даже если мы пролечим полностью препаратами системно проколем там прокапаем вот противо таксоплазмозные препараты он все равно не уйдет этот очаг останется просто это будет участок фиброза где сетчатка не видит поэтому это очень неприятно и очень опасно к чему это приводит у маленьких детей у маленьких детей такой очаг тоже на располагается в центре и тоже центральная зона выпадает ребенок перестает видеть центральной зоны это очень неприятно но ко всему прочему у маленьких детей еще не сформировано толком бинокулярное зрение и в такой момент глаз который не видит который видит плохо центральной зоной он начинает косить вот поэтому если у ребенка вдруг появилось какое-то согласие если что-то его беспокоит то обязательно надо сходить к офтальмологу проверить зрение откуда мы можем получить таксоплазму практически любой человек вам скажет что но это кошки на самом деле кошка является для таксоплазмы просто конечным конечной стадии скажем так их жизни и конечно таксоплазме как микроорганизм надо попасть в кошку чтобы продолжить свой цикл размножения она таксоплазма может персистировать у любых теплокровных млекопитающих то есть в принципе она может встречаться у собак она может встречаться естественно у людей ins вот если вы проживаете не в городе в сельской местности поскольку такие проблемы могут передаваться просто контактным путем. Есть даже прекрасная статья, где в Китае было описано, что передавалась инфекция от мини-пигов. То есть даже от таких, казалось бы, совсем домашних каких-то существ тоже может быть эта проблема. Есть такая легенда, что таксоплазмоз влияет на человека таким образом, что ему начинает нравиться кошке более сильно. На самом деле это неправда. А таксоплазмоз меняет структуру головного мозга только у мышей. И мышкам начинает очень нравиться, ну не очень нравится, их влечет запах кошачьей мочи. Поэтому они бегут на запах кошек. Но это естественный цикл, скажем так, жизни таксоплазмы в природе. Если же мы говорим о других млекопитающих, то у них такого эффекта не происходит. Поэтому если вы любите котиков, то ничего страшного в этом нет. Вам надо просто регулярно обследовать своего котика, если он гуляет на улице, самим сдавать анализы. И, естественно, если вы планируете беременность, это для женщин в первую очередь важно, обязательно сходить и сдать сначала анализы. Посмотреть, есть ли у вас антител лактоксоплазме, нет антител, насколько это опасно. В любом случае не следует забывать про принципы гигиены. Ни в коем случае не трогайте грязными руками глаза. Обязательно мойте руки и, естественно, обрабатывайте веки, соблюдайте гигиену век. В частности, для гигиены век можно использовать блефоросалфетку или блефорогель очищения.